На перроне Севербайкальска заметное оживление. Поезд от военных здесь ждали давно. Он выехал еще в апреле с Киевского вокзала Москвы и должен сделать остановки в 51-м городе страны. Особенно сердечно хочу порадоваться, что Севербайкальск первый город ДНФ на нашем маршруте. В 17-ти тематических вагонах экспонаты передвижной выставки. Севербайкальцам показывают новейшие достижения вооруженных сил России. Мы прошли по поезду, когда у меня даже девочки подошли, захотелось в армию идти. Детям очень понравилось, было интересно. Они с удовольствием проходили все вагоны. На интерактивных выставках показывают, как в пандемию работали военные медики, а рядом как развивалось юно-армейское движение в стране. Дети наши никогда не видели вживую технику военную. Нам очень интересно сейчас движение юно-армии. Поэтому мы сейчас пятиклассников готовим, чтобы у нас был юно-армейский отряд. И поэтому нам это движение интересно. Нам интересно вообще, чем занимается армия российская, потому что дети наши мало чего видели. Большой интерес у севербайкальцев вызвали образцы современной военной техники. Бронеавтомобили «Тайфун», танки и военные трофеи Сирии «Хаммер» и «Пантера». Прямо на вокзале развернули пункт отбора граждан на военную службу по контракту. После Владивостока на обратном пути поезд остановится в Улан-Удэ 12 июня. Мария Латышева, Игорь Ешов. Новости дня. Севербайкальский район. Редактор субтитров А.Семкин